всем привет мои дорогие друзья вы на канале кати ремонт и сегодня мы с вами поговорим о таком важном вопросе куда же деть остатки краски я вам расскажу куда и деть я думаю прикольно задекорируем вот эту вот такую обычную никакую вазу я вам расскажу сейчас про вот этот супер продукт это грунтовка для меня это было открытие вот просто вообще это что-то в мега круто это можно стекло покрыть и потом красить она так и называется грунтовка по старой краски по лаку по краске по штукатурке не знаю все что хотите по консистенции и по цвету она густая и она беленькая 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 как красочку такая скипельно-белая попахивает знаете клеем пва не знаю с чем это связано но скорее всего как раз таки с вот этой вот способностью сцепливать свои между краской старой краской и будем которым и наносить новую и мой герой сегодняшнего дня я его протерла обезжиривать ничего не надо берем вот эту красочку и начинаем красить я не буду красить внутри там откуда снизу мне нужно сделать декор только в том месте где будет видно кстати для тех кому интересно что же будет стоит ли ой стоит ли досматривать видеоролик до конца досматривать обязательно потому что сегодня я вам покажу как сделать самый самый простой и очень стильный каракелю я познакомилась с каракелюром не в своей любимой сфере лакокраски а на маникюре я там узнала про каракелюр но сейчас он очень активно используется в декоративных штукатурках покрытиях и выглядит блин просто бомбических и оставляем на минутах 20 подсохнуть так ребят сейчас мы с вами сделаем розыгрыш нашего комаски на оставили очень много комментариев я все прочитала много спрашивают про микроцемент я не могу пока его снять потому что его еще не произвели готовится в скорых новинках будет но я выбрала победителя который мне очень понравилось то что я хотела как раз у человек тоже предложил это андрей журавлев классное видео катя можно видео что-нибудь про нанесение декоративки имитации мрамора я очень хочу сделать белый мрамор я не умею его делать научусь и вас тоже научу расскажу сложно это или нет потому что мне кажется что это очень сложно но посмотрим почему бы нет андрей я тебя поздравляю ребят всем спасибо за комментарии андрей где-нибудь мне по машин напиши что-нибудь я отправлю тебе ведро помаски на от тебя обязательно буду ждать какую-нибудь фоточку что что у тебя получилось мне будет очень приятно посмотреть и ребят участвуйте в конкурсе дальше в каждом видео я надеюсь я буду не забывать и буду проводить конкурсы поэтому всем удачи друзья теперь я беру вот такую эмаль первомутровую она кстати есть в бренде тициана дельюкс просто у меня нет в наличии но я вот ее рекомендую побольше чем эту объясню почему они обе классные но в тициана длюкс она более блестящая на бренд такая красивая но она у меня закончилась а ролик поскольку мы делаем куда-то остатки поэтому делаем мои остатки у меня совсем чуть-чуть осталось прям пожирнее будем это все покрывать что есть это кто тут блестки любит как я мне этого мало поэтому идем ищем еще что-нибудь блестящее блеско образующий пигмент вот такой видите как он летает она мокрая фу блин поэтому делаем дом ремонт осталась краска штукатурка лак для лисировки лак по дереву что угодно осталось и куда же это деть первое просто-напросто выделите какие-то небольшие участки стены такое сделать дизонирование вот прям кусочки аккуратно над кроватью возле стола рабочего вот прям по усочке раз и вывели вроде освежили все красиво и очень даже стильненько вообще все маленькие участки покрашены или отделаны отдельно декоративка какой-то они очень будут так гармонично смотреться в этом стиле и зонировать пространство очень здорово остатки красок будут выглядеть на вашей двери и тут вопрос а как же покрасить дверь она уже покрыта лаком вообще легко и просто мы немножко шкурин дверь покрываем специальной грунтовкой и затем покрасим нашу дверь в тот цвет который мы хотим она может быть яркой она может быть пастельной можно сделать ее в цвет стены а такую дверь невидимку это будет очень красиво выглядеть третье место это рамки вокруг зеркал либо полок либо картины какую-то сделать дополнительную рамку следующее это обновить мебель не обязательно мебель обновлять полностью можно закрасить какие-то детали например ножки стульев либо столов может быть как-то выделить акцент на на самой столешнице какую-то зону используйте трафарет используйте декоративку покрывайте это все каким-нибудь полиуретанным лаком чтобы крепко все держалось будет очень красиво а еще варианты это ретро мебель наверняка она дома есть у каждого это такой старинный тяжелый из такого массивного дерева делаем патину на ней либо глиссируем либо просто красим краской и тем самым обновляем выглядит будет очень круто вазы абажуры плафоны все мы это красим в цвет стен и будет здорово можно покрасить рамки фотографий либо рамки картин тоже будет выглядеть прикольно ну и вообще мы не забываем что любая водная краска она отлично ложится на дерево поэтому если у вас как у меня частный дом то у меня эти остатки красок просто не выбрасывается никогда потому что любую мебель во дворе на улице мы можем красить и будет выглядеть очень очень даже круто поэтому не забываем водная краска она наносится смело на дерево ну принципе как а укидная для кракелюра у меня есть вот такой набор все это я покупаю в интернет-магазине м-краски точка ру я на покупала уже столько что у меня есть очень классная скидка вы можете промокод мой бить катеремонт получите очень клевую скидку интернет-магазин прямо от завода от производителя никакие вот этих перекупщиков вот все прям прямо прямо это у нас грунтовочка для создания трещин лантика парето фонды и финишем у нас пойдет вот такая штука лантика парето ультима это краска для создания трещин берем грунтовочку на нас прозрачного цвета такой как клей густая смотрите пока густая густая наносим достаточно густенько жирненько но без потеков то есть распределяем его равномерно лак сушить феном нельзя но высыхает он быстро час и готова очень прям густой я не знаю насчет разбавить я бы не стала боюсь что может что-то пойти не так как работает этот лак при нанесении на лак на этот специальный финишного слоя финишный слой лак порвет и создастся эффект каркелюра эффект таких вот красиво глубоких трещин и через трещинки будет виднеться наше серебро теперь мы пойдем снимать следующее видео а она пока посохнет лантика парето ультима краска для трещин такой густенький смотрите его покраска ну ладно шутки шутками на самом деле она и должна быть такая сейчас мы наносим ее на нашего фонда лантика фонда кто бы мне сказал что кати так красиво оставь я бы кстати оставила но у нас есть задумка сделать трещины поэтому будем делать тонким слоем на но 7 кстати мне сейчас появилась идея можно сделать крапелюр с лаком светящимся в темноте же есть вариант сделать более эффектную то нашу с вами композицию и заколеровать вот этот наш финишный слой проблем в этом нет любой цвет черным кстати мне кажется было бы здорово если бы сделали золото какой-нибудь можно даже античное золото и потом черным покрыть финишем так она начала уже трещать а я все жду тебя сижу и жду тебя когда же ты треснешь ты мой дорогой горшочек любимый и золотой чуть-чуть осталось на этом все пусть он дотрескивается повезу его домой красиво поставлю мне кажется получилось бомба а сам была кати ремонт всех люблю целую обнимаю пишите реакцию на мой горшочек нравится не нравится испортила или сделал клёво мне будет очень интересно всем пока пока